Является ли грехом увлечение компьютерными играми? Я не искать из этого делаю! Ведь нельзя же просто так! Ну, нельзя же! Подходишь к человеку, он копает, спрашивает – что ты делаешь? – Копаю! – А зачем? – Не знаю! – Как не знаю? – Ну, что ты хочешь? – А, так! – Ну, знаете, начинает крутить пальцем у виска. – Что это? – Компьютерные игры! – Хорошо! – Играешь! – Почему? – Интересно! – Так! – А зачем? – Интересно! – А дальше что? – Я копаю – интересно! – А дальше ты что играешь? – Надо смотреть на последствия, надо смотреть, какова цель и какие могут происсякать следствия. Какие-то игры компьютерные, они, может быть, могут развивать, ну, я бы сказал, математическое, может быть, мышление, вполне возможно, логику человека могут быть и такие. Есть абсолютно пустые, есть не только пустые, а которые морально действуют на человека, крайне отрицательно, и вообще страшные игры, которые делают человека зависимым. След, на следствие-то мы должны смотреть или нет? И вот я человек, если я разумный, действительно, если я гомо сапиенс, то я должен посмотреть, какие следствия могут проистекать из этих занятий, допустим, моих или моих детей. К сожалению, оказывается, очень часто не гомо сапиенс, а уж если переходить на латынь, то сказать гомо фатуус, фатуус – значит глупый, неразумный, потому что, ну, играет и играет, и играет себе, играет, не мешает сейчас нам заниматься, всё такое, вот всё такое. И ребёнок играет, 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 а потом кричат – ах, зависимость! Но почему же вы разве что не знаете? Вы никогда не слышали о том, к чему приводят эти увлечения? Так вот, итак, первое, когда мы… Чтобы не начинали мы, в частности, эти компьютерные игры, надо смотреть, во-первых, что это может дать положительного, и, во-вторых, на те последствия, отрицательные последствия, которые могут проистекать из этих занятий, вот. А что это является грехом? Вот в том случае, если мы бездумно позволяем заниматься этим, именно бездумно, не потому что какую-то видим пользу, видим пользу, может, мы ошибаемся, не важно, но видим всё-таки пользу, и поэтому, а просто так. Он не мешает, он играет, и не хотим смотреть на те ужасные просто последствия, которые проистекают из этого. Тогда это, конечно, грех! Грех, во-первых, чей? Родителей! Родители не хотят подумать, вот, минуту подумать о том, что из этого будет следовать, а потом кричат и охвачь, что нам делать с нашими детьми. Родители – это тяжкий грех, учитывая то широкое распространение, которое сейчас можно наблюдать в нашем современном мире. Родители, где вы? Хватаются только тогда, когда человеку уже, не знаю, трактором, бульдозером не оттащишь уже. И какие трагедии ещё из-за этого бывают? Когда уже человек весь вошёл туда, и он стал одно, и вдруг по-живому начинают рвать. И виноват и кто? Ребёнок виноват. Вообще, я скажу, что, к сожалению, приходится иногда говорить. Вот у нас, в воскресной школе, я всегда священника спрашиваю, для кого? Для детей. Я говорю, ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Воскресная школа нужна для взрослых, для родителей. А ребёнку что-то скажете, он придёт домой, и там всё будет наоборот. И бесполезно. Родителей надо воспитывать. Они являются источником массы проблем, которые мы сейчас замечаем в молодёжи. Так что это грех? Да, как правило, грех. На 90-е, не знаю, сколько процентов, ещё не считал. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова